Привет, мои дорогие! Привет, мои хорошие! Я рада приветствовать вас на канале Старпер, меня зовут инга и сегодня мы с вами продолжаем проходить дизонат 2 вторую часть дизонарта за эмилия в режиме без убийств и до прошлая наша серия закончилась весьма печально мелки там еще кто-то ходит а весьма печально почему потому что имели убили 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 и убили за чего из-за того что вот эти вот горожане вот эти вот мирнейшие жители подняли аларм тревогу и естественно все тот же жужжало завертелось и в конце концов эмилия подорвалась сама на собственной гранате и все бы было ничего если бы я на свою голову тут не прочитала в стиме что оказывается тот режим по которому мы сейчас здесь с вами бродим в этом особняке называется режим тишина из-за нее есть ачивка то есть я так понимаю что надо пройти этот особняк так чтоб никто тебя чтоб не поднялась тревога что ли так далее вот не знала я не знала но как говорится то что мы померли сыграла нам на руку я надеюсь что это как бы засчитается ли не засчитается принципе вот я за кадром добралась сюда но там благо было немного надо было просто пройти вот этот кусочек но то же самое что мы и делали придушить там пару стражников и так далее вот этот спящий стражник здесь был на стуле я его тоже отправила спать что делать с этими товарищами я не знаю я думаю что я на них использую скорее всего вот эту штуку черт но для этого мне наверно надо спуститься сначала вниз поскольку до забралась и сюда на люстру ну как-то мне здесь не очень нравится это мы идемте сюда спрячемся за столбик вот не помню ключи я там забрала не забрала но в общем все так чтобы добраться до этого места то что я делала за кадром я сделала довольно быстро поскольку уже дорожка как говорится было известно и вечно я путаю эти кнопки все беды происходят из-за этого вот видите что творится да по идее это должна быть правая кнопка а левая кнопка в какое и вернее все наоборот в общем да путание право и лево это моя мулька от чего и страдаем быстро 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 все равно ты никуда не денешь все горожане забавная штука конечно давайте идите сюда вот здесь и сидите приглашение аджин дыша уважаемый господитель адро господитель вот я сказала уважаемый господин адро я с удовольствием приму вас пап и проведу демонстрацию возможности моих часовых солдат если вы пожелаете их приобрести как вам должно быть известно их стоимость исключительно высока но когда вы увидите мои творения в действии вы не сможете удержаться от покупки будьте любезны приезжайте в назначенный день с двух до трех часов пополудни очень важно чтобы вы прибыли вовремя иначе вас могут принять за нарушителя искренне ваш кирин джин дыш прибыли вы вовремя очевидно дик своей женушки или кто на там тебе так и что я еще вам хотела показать то что я пробегая мимо доски которые прошлый раз я не заметила там мы нашли с вами записочку вот именно эту инструкцию для персонала внимание сотрудников сегодня господин адро и госпожа бивен посетят нас с целью приобрести пары часовых солдат мои инструкции таковы разрядный столб должен быть убран под пол мы не собираемся испарять наших гостей включать его можно только при нештатной ситуации следует выставить угощение и приготовить обед по случаю подписания контракта если они упрутся и захотят увидеть меня воль должны сказать что я скоро приду и отвезти их в зал ожидания не активируйте механизм опускающий зал ожидания к залу апробации я сам это сделаю когда приду кирин джин дэш ну вот это вот записочка которая касается как раз вот этих посетителей так что я так поняла что испепеляющий столб который мы видели это вот он и есть которого там от под стеклянным полом перевернутый вниз висит к нему ведут ведет то вот сеть которую мы видели и хорошо наверное что я не вытащила все-таки тот бакс ворунге потому что так тихо не не бегает у так сильно наверняка тогда в тоже поднялся alarm и нас бы тут всех ну в общем бы все пошло не так как нам хотелось бы так и естественно мы из расходов или кучу манны но пусть лучше так да я вижу эту книжку и без этого более того там какой-то веер или что это лежит перья так что тут еще плохо лежит книжка 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 давайте посмотрим что это за удивительные часовые солдаты правдивая история от самого создателя кирина джиндыша великого изобретателя сирконоса великого и ужасного все что ли а так это мы читали то что у них были лица фарфоровые так далее это мы все с вами читали вспоминаем кстати как мы двигаем кнопки и вообще где у нас что поскольку некоторое количество времени прошло когда я играла в эту игру такс но это не оправдание срок закрытия кунгс кунг кунст камеры продлён а сегодня представитель королевской кунст камеры подтвердил что у учреждение остается закрытым на неопределенный срок нам не удалось получить комментарий от куратора брианна эшфорд читатели вероятно помнят что около полугода назад здание было закрыто из-за нашествия клещей это по-моему тоже читали до этого тоже читали то что ее закрыли типа из-за нашествия клещей так думаю что все дело не в этом так там где-то ходил солдат и вот ключ который я забыла забрать это да от зала ожидания я не знаю какой это зал и где это ожидание давайте-ка посмотрим все еще раз так монетки тоже не забрала поскольку торопилась за кадром все сделать так при севши при севши так это мне надо не надо по идее нет наверху там ходил да вот там ходил но мы туда не попадем там загородка туда не допрыгнем так давайте вспоминать куда нам теперь и так здесь мы все зачистили почистили кстати ключ это вот не здесь ли да 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 это он здесь мы вроде как тоже нет не все смотрели остались монетки 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 но это сейчас не главное главное сейчас как-то все сделать так потихоньку а главное найти джин дыша надо его найти и вправить ему мозги если можно так сказать так я тоже опять же не помню здесь я всех убирала черт этот страшный солдат это ужас так вроде да мы же здесь вроде даже разгулевали с особой наглостью цинизмом спящий солдат что-то там у него такое господи господи эмили подождите тихо чего 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 тихо 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 что мелькнуло электронная схема перенастроить монтажный инструмент интересно нет подождите но это уже тогда не будет потих в тихушку да я правильно понимаю вот здесь висела записка а вам инструкции для посетителей а это основные сведения но это мы с вами знаем то что нельзя их бить по голове иначе они будут что угодно и кого угодно нападать так здесь мы с вами были здесь по моему тоже да как видите здесь все заперто это я просто вспоминаю так что у нас бывшая императрица в бегах это мы читали по моему уже тоже да 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 это мы читали ладно ладно здесь у нас ничего нету в этом да эмили встань уже господи вылези только не бей только не пей нет она не открывается не дай бог тут какого стекло побить еще что то грохот поднять вот теперь теперь когда я знаю что это режим тишины так называемым вот теперь еще более интересно потому что ну я шла и шла себя теперь оказывается надо продолжать свою политику во чтобы это не стало ну и ладно так значит так так мы все здесь мы в принципе все осмотрели вот это наша открытое окошко давайте сюда и удалимся более того мы его закроем так вроде как здесь у нас все было найдено и все прибрано так отправляемся обратно наверх откуда мы и пришли поскольку там где-то по периметру еще какой-то солдат ходил я видела надо утихомирить всех утихомирить всех пока мы тут бегаем я так думал всех уложить спать а потом уже заниматься своими делами и наверное джин дыши надо идти искать уже когда тут весь персонал спит единственная солдата солдаты я думаю их трогать нельзя потому что вы слышали да как джин дыши сразу там завопила кто-то у нас там крыса крыса ящичек что такое монетки ушки а значит что это уже провальная у нас задание получилось если джин дыш наш нас обнаружил он экстурка где она черт так что что мы за помещение у нас конечно есть карта но эта карта она по-моему подразумевает но это ясно здесь мы уже были подразумевает под собой то что что получается из этого особняка как говорится в приличном виде когда он полностью разложен в этой карте нету указателей вот этих вот всех тайных тропок кто-то что-то говорит или это у меня где-то на улице разговаривают тоже так вот я также сама сложила сюда всех стражников потому что мне кажется да уже даже не кажется уже понятно что эта штука опускается мы же прочитали с вами что если нажать на рычаг она опускается зал апробации так там стоит тетенька и солдат а как мы сюда попасть кроме как не через окно не знаю муж конечно это дяденька но суть 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 от этого не меняется мне надо туда попасть не надо туда попасть так а может как-нибудь запрыгнуть туда наверх чего у нас тут баки ух ты понятка кто тут выронил из кармашка обслуживающий персонал который сюда залезал так это все хорошо но но нет но нету нет отсюда выхода нет никуда здесь нам больше некуда так как бы мне так аккуратненько то слезть опять вон они там солдат что это за комната как мне туда попасть так глазик ходит она там ногами пинает что-то так ладно значит здесь у нас с вами все да на этом этаже у нас с вами все что здесь наверху тоже тоже какое-то помещение так там стоит и как я и говорила да я буду это долго долго проходить потому что лично мне очень интересно это вот такие как сказать головоломки вместе с лабиринтом вместе с жутчайшей опасностью так смотрите тут тоже кто-то что-то спрятал так мы к вот по всем углом все здесь больше нечего делать можно спускаться до нет нет это это голоса не в игре это голоса у моих соседей но я вам скажу играть с днем это еще то дело ну не днем вечер так дерни за веревочку дверь откроется нет 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 мы ничего не дергаем соколов там вытяжка здесь и это наши окошки так здесь мы да здесь мы были здесь мы были здесь смотрели это коридорчик так а вот сюда я уже не помню я ходила сюда по-моему да нет все это мы с вами оказались а стоп мы же здесь вроде как были нет ну да ну да ну да что-то как-то у меня нельзя прерываться на долгое время я вам скажу у меня теперь полностью какая-то неразбериха в голове где мы есть эту лестничку я уже видела витрина и блин не время залезать так да это то что должно куда-то выезжать прошу прощения отодвигаться и так далее и тому подобное где-то здесь помнится мне стоял солдат если я не ошибаюсь не менее не менее было чего так прыгнем вон он вон он да 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 так и вот я уже не помню возможно так тихо это чтобы если это палец под электричеством лучше не стоит проходили ли мы с вами туда вот дальше этого я не помню солдат этого я помню да 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 на ту что ах тушайся смотрите там тоже стоит солдат там два солдата елки мы там не были не были сто процентов так ну чтож спящие не будете спящего солдата это вторая половина их тут два 6 такое беля по что-то там спотыкнулась витрина этих витринах нету ничего полезного тихо у них есть схема по которым их можно перенастроить чего чего открыть их можно открывать ах вот как ну-ка давайте-ка давайте-ка я так чё-то открыть осмотреть закрыть вдруг мы там какой механизм найдем нужны нам а тихо 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 музыка мне и так страшно не надо тут это елки аж две штуки так витринки давайте-ка открывайтесь чё у вас там полезного есть нету ничего как-то переделать этих солдат я не знаю тихо тихо имели вот еще витрина как ужас да видели это очевидно вот так они выглядели раньше когда вот же ты же говорил да когда не внушали достаточно страха жителям так ну и что а там смотрите какая то есть шахта лифта может снял дастся туда пролезть это шахта для этих для полозьев я очевидно нет она больно маленькая да да вся вот так вот повыше как бы как бы как бы мне вот туда запрыгнуть стена вот туда вот наверх тихо из конечно огромная доля риска свалиться на голову прямо этому солдату ну давай имели там же можно так как это прервать вот так нет очевидно отсюда уже мне никуда не выдвинуться так что идем обратно так тихо проверили здесь все и будет где-то скрипят двери где-то кто-то ходит да здесь я никак не выйду ох какой ужас да нет эта дверь это задрайны двери мы в самом низу мы в самом что ни на есть подвале так ну-ка здесь тоже можно открывать витрина да или что там соколов можно нужно только нужную точку да нет ничего тут не берется ничего тут полезного нам очевидно нету да часовые механизмы что ж уходим уходим так как и пришли и я буду думать что делать дальше где-то у нас тут было туда да сюда хотя мы спустились сверху а здесь откуда нет отсюда мы пришли так наверх наверх вот куда туда здесь мы были да здесь мы были или нет господи где ах все понятно 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 да да мы самый первый раз сюда и пришли витринки витринки я теперь знаю что вы открываетесь и закрываетесь так глазик смотрим господи полин компот я таки свалилась в эту дырку а наверх попасть я не могла огот нет надо быть осторожнее и смотреть под ноги можем перепрыгнуть правильно я говорю с этим темным зрением не совсем видно хорошо одни предметы другие не очень тогда мы здесь ходили мы здесь ходили мы здесь все рассматривали и тупочки мы проверяли это часть опускающаяся комната так здесь мы можем провалиться а здесь мы можем отдохнуть так что это такое а это вот тот самое приемное это самое приемное стекло которое дохватит уже мы разбили и сюда таким образом влетели все то есть мы пришли к самому началу окей значит это первый этаж вернее это потолок над первым этажом соответственно мне надо куда-то дальше продвигаться а вот куда ну-ка а вот еще выше хотя там по моему мы тоже были да нет 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 это вот кстати бочонок так тогда глазик 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 с ворванию который я видела но не могла понять где он сквозь стены че еще тут есть полезно краска и это те самые механизмы на которых все эти тросы и намотаны очевидно да у нас тут не шарахнет током может я думаю запросто если это дело опускается вниз то по идее это тоже может опуститься вниз или как что значок был они не 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 тянуть мы ничего не будем или нет исключено так ребята скажите мне что здесь что-нибудь полезно есть вспоминая эмили вместе со мной вспоминая кнопочки вспоминая сколько тут в этих ящичках монет так за начинок персоналом смотрите-ка надо заглядывать 4 тумбочки пропускаю мимо уж мимо ушей мимо глаз календарик месяц земля урожай вот так вот так забавное название неделя значит как то ваш календарик по моему тут заржавел так все ребята нам здесь делать нечего поэтому садимся в нашу привычную нам позу эмили накачала себе ахилла как у буддийских монахов ползая всю игру с таком таким образом так и не 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 нет продать на стекло мы не будем мы не будем прыгать на мы не будем прыгать на стекло черта куда нам прыгнуть теперь так как-то так очевидно так ну идемте дальше значит здесь мы посмотрели с этой стороны мы пришли да вот эта кнопочка на которую лучше не жать и так понимаю или что будет если мы нажмем не 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 никаких экспериментов так ну вот с этой стороны есть а если с этой стороны такая же тихо ты опять сейчас куда-нибудь провалишься такая же господи ниша я не обратила внимание нет с этой стороны только шкафчики с этой стороны только шкафчики полочки а вон экстурка вот это мне надо это мне надо не зря мы сюда вернулись да и вот эти вот два солдата которые внизу все ясно все ясно ребята все это так сказать экскурс ясно провалилась по памяти как говорится чтобы мне вспомнить где я была и что нет потому что предыдущие пару-тройку серия писала одним куском а это я уже пишу спустя некоторое время и уже естественно мало что помню где мы и что мы но я думаю у меня простите так все прогрузились пошли так здесь мы смотрели там стоят солдаты здесь уже штука идемте дальше нам каким-то образом что здесь такое это зал ожидания и тот самый коридор в зале ожидания так здесь мы были здесь мы все видели это нам не интересно мы в принципе можем все это дело обойти вот так вот по кругу так и надо мне почаще смотреть наверх а вдруг там тоже какая-нибудь заначенная монетка нет очевидно никак ради монетки устройство большой барабум очень не хотелось бы труба у вас текут ребята ваш особнячок с изнаночной стороны не такой уж и блестящий каким может показаться непосвященному так это что за окно ну ясно это тоже мы здесь были так и это тоже понятно это бильярд ну все вот так вот все по кругу обойдено значит еще так этот этаж этот этаж тоже нам извести и остается только то окошко которое я никак не могу открыть вернее как я могу его открыть но там постоянно пьющая кофе мадам так так здесь есть в тубочке что-то нет по-моему открывали ли уже а здесь что за комната а семён семенович балкончик так тихо 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 балкончик 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 так 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 а это куда опс а вот здесь мы не были а вот здесь мы по-моему не были да нет да нет же были естественно естественно были елки естественно были просто я не обратила внимание на эти окна тогда балкончик вот балкончик а нам он нужен мартис давай ты куда-нибудь уйдешь чё ты там забыл как мне вот туда попасть мне надо попасть туда так и что балкончик к чему этот балкончик здесь ничего не открывается хотя вы видите панельки то явно выезжают явно они тоже как они называются фальш панель до вверх кто-то тут разбросал так тихо тикого часы не вижу где-то ж у эмили была тихо подзорная труба как ее пользуются нет сохранение прошло ты не я как как пользуются под черт подзорной трубой наклониться опуститься не помню никогда не пользовалась хотелось бы рассмотреть поближе вот эти все конструкции в такой темноте я не вижу может там какая где дырочка есть но нет наверное что же остается только одно остается открывать каким-то образом это вот окошко да так стоп а вон окошко секундочку так здесь мы были это мы рассматривали оттуда сверху он какая-то штука открытая здесь мы тоже были не так ли это закрытое окошко или мы здесь не были помню да нет вот из этой же тумбочки мы тырили деньги я правильно понимаю хотя слушайте я не помню не помню в упор это количество цветов что-то я не помню точно здесь были да не были же но это были 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 ладно как говорится по большому счету можно было конечно все это вырезать наши с вами метание а он там какой-то стол так прямо смело тут ползаем что там вот вот внизу смотрите или это та самая кухня где мы придушили да по-моему это она и есть да 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 по-моему мы внизу были с вами остается как-то пытаться открыть господи какие у вас чистые стеклянные полы так кажется что туда можно провалиться открыть ту самую штуку так стоп либо отправиться на лифте так нет ну лифт наверное вызовы зафу лифта это что же общее как говорится система она тоже вызовет подозрение все вызовет подозрение куда не не кинься ладно давайте пытаться как-то открывать открывать то окошко которое вот здесь за эту стену я так понимаю так стоп а вот здесь у нас стекло или это не стекло могу туда попасть нет там очевидно стекло так мне надо попасть отсюда вот давай как-то вечно было проблематично в этом место прыгать особенно с телами вот вот и открывать вот это окошко да ну как самоверный способ открыть окошко и использовать нашу вот эту вот штучку вот эту вот штучку для этого наверно надо микс турки добавить я думаю что это будет самый верный способ что пробуем так да блин капот что это было во имя бездны что это иди сюда ах это будет ах это будет блин капот блин капот скорее скорее это безнадежно это безнадежно так как я путаю кнопки это безнадежно как-то пройти потихонечку эту игру а 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 что был за грохот такой а а а а а а а да так все без сознания все без сознания нету никаких трупов никто тут не задохнулся все шайса 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 там застряла ее эта фигня в окне Лучше это окно не трогать, иначе оно сейчас побьется. Оно может побиться, да? Так, ребятки, смотрим, что тут у нас. Граната, граната, граната. Да ничего мне этого не надо. А главное, люди. Так, солдат спит, служба идёт, стаканы не трогать, ничем не звенеть, мечами не размахивать. Микстурка мне очень нужна. Так, там никого. Я вижу склад бочонков с формунью. Открыть? А зачем? Прятать сюда трупы? Эмили, ну что, что-то так грохает, что-то не может тихо закрыть. Я не знаю, елки. Так, это мне вроде как не надо. А это можно взять. Чёрт, как страшно-то. Ага. Ну, это стекло. Это вот как раз сюда я пыталась прыгнуть. И, боже, как хорошо, что я сюда не прыгнула. Я бы тут такую тревогу подняла. Стоп, ну разве мы здесь не были? Мы же с этого лифта вроде как тут видели. Народ-то ходил или нет. Понятно, лифт, окей. Бочонки с ворованью. Тут можно сейчас такой барабум устроить, повзрывать всё, поставить под каждым солдатом по бочонку. Пострелять их. Это всё полетит на воздух. И это будет очень-очень громко и очень весело. Так. Не гремим, а вот сюда мы с вами ещё не ходили. Так, наверху в дырочке. Путье отступления. Путье отступления либо в лифт, либо в окошко. Что тут? Вау. Там кто-то есть? Солдат есть. Он тоже вроде как спящий. Ман, 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 ман. Слушайте, это мы куда-то уже в личные покои, по-моему. Ворвались. Посмотреть. Лука Абеля. Герцог Лука Абеля. Да, Эмили. Эту рожу мы уже выучили с тобой наизусть. Так. Тихо. Кстати, я совсем забыла про руны, амулеты. Чёрный амулет совсем рядом. Внизу и там есть руна. Всё-всё-всё-всё-всё понятно, всё понятно. Не надо так колотиться. Тихо. Как всё-таки страшно с этими солдатами, а? Я же не знал. Ну, этот страх не удержит нас от того, чтобы не пошарить по тумбочкам. Не так ли? Книги. Машина. Так, чё тут, чё тут, чё тут? Чё-то... Монтажный инструмент? Обязательно, обязательно. О, у нас уже два монтажных инструмента. Кровать. Кровать. Посмотрите, она тоже куда-то уезжает. Она тоже куда-то уезжает. О, то есть спишь и, не сходя с кровати, перемещаешься. Мечта всей жизни. Из ванной комнаты в кухню, из кухни обратно в спальню. Не вставая с кровати. А, ещё лучше на работу. Выезжаешь прямо на кровати. Обработка Соколова. По-моему, мы читали. Соколов оказался крепче, чем я предполагал. Упрямый старый козёл. Это убило бы его, если бы я не был так осторожен с электрошоковой машиной. Моя цель сделать его податливым, но всё же способным помочь мне в разработке новой модели часа. Часового солдата. Сейчас каждый часовой стоит целое состояние. Но я уверен, что с моим старым учителем найдём способ удешевить их. Ну да, так тебе сейчас Соколов и будет. Ох, друзья мои, ну что я вам хочу сказать. Я думаю, что давайте-ка здесь как раз, устроившись поудобнее на постели, я так понимаю, этого самого мнящего себя великим изобретателем. Мы с вами эту серию закончим. Она была у нас с вами, ну так себе, но я вспоминала, что и как делать. А главное, теперь-то мы с вами знаем, что я иду правильно. И что действительно надо идти, ничего не трогая, не вызывая никаких подозрений, никаких шумов и никаких кипишей. Так что, что ж, друзья, я говорю огромное спасибо всем, кто посмотрел эту серию, несмотря на её занудность. Заходите ко мне на канал, подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте, пишите ваши соображения. Но без спойлеров, секундочку. Вот тут какая-то штучка. Ядно, нет, нет, снять, бить её мы не будем. Ну и осматривать это помещение более подробно мы тоже будем в следующей серии, а также я надеюсь, что в следующей серии мы найдём Джиндыша, мы к нему приближаемся. Всего хорошего вам и пока-пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok